Здарова всем ребят, и пока бой еще только начинается, хочу рассказать вам, как можно получить голды к себе на аккаунт. Устанавливаете себе на смартфон приложение World of Golds. Участвуйте в ежедневных активностях, играете в игры и выполняете различные задания, за что получаете соответствующее голдовое вознаграждение. После чего вы вводите голду к себе на аккаунт, а если хотите сразу получить немножечко голды, то мой промокод и ссылочка на установку приложения в описании. Еще раз здорово ребят, только сейчас понял, что очень удачная рекламная интеграция получилась, потому что голда вам в скором времени так не кисло может потребоваться. Дело в том, что с 18 августа, ребят, августа, с 7 часов утра стартует конструкторское бюро, в котором можно будет собрать себе Companser 07P в скобочках Е. Я не знаю зачем такое сложное название, в общем-то это будет Companser 07. Я уже поиграл на пресс-аккаунте на этой машине, и вы знаете, специально первым боем ставлю бой, где меня пробивали. Потому что меня, честно говоря, это даже в какой-то степени удивило. В общем, куда меня пробивали? Да в щеку. Я такой думаю, хм, я вроде бы только что несколько боев отыграл, меня вообще в башню не пробивали. Да, есть люк, в который меня могут продырявить. Короче, здесь косяк в чем? ПТ-шка бьет издалека, а я ей все время подворачиваю щеку, не под прямым углом, да, то есть не на нее прям смотрю, а немножко в сторону голову отворачиваю, из-за этого ей более комфортно в щечку пробивать. Я к чему это? Я реально очень сильно удивился в приятную сторону от этого танка. Дело в том, что я обожаю супер-коня. Это одна из моих любимых машин 10 уровня. Вот это вот супер-конь в каком-то смысле, ну прям вот по геймплею сильно совпадает с некоторыми, скажем так, оговорочками, о которых мы поговорим в этом ролике. Я вам все, что я думаю по этому танку, потому стоит или не стоит его по ценообразованию и так далее, все расскажу. Блин, очень так, знаете, ПТ-ха прям конкретно меня пробивает. Я вам так на будущее скажу, она меня в этом бою просто в нулину, можно сказать, изнасилует, даже не засветившись. Вот, в принципе, эта ситуация и продолжается. Короче, почему я так удивился нашим таким взаимоотношениям с данной японской ПТ-шкой? Мне, кстати, тоже мне нравится. Посмотрите на маску, она 300 миллиметров, ну и тут еще куча углов. Вот щечки, тоже за 300 переваливает. Ну, лючок я как и сказал, это Ахиллесов лючок любого танка, да, ну за исключением может быть Т110Е3. Даже корпус имеет впереди отвал, ну он всего 20 миллиметров брони дополняет, но чаще всего нас будут видеть вот под такими углами, а это уже опять же 250-300 миллиметров приведенной брони. Про борта ничего говорить не буду, бортами лучше на этом танке. Не танковать, нахватайте урона немало. В общем, почему я этот ролик назвал, что никому танк не нужен? Я более 10 лет на ютубе, я знаю комментарии, которые будут появляться под этим роликом. И вполне к себе могу понять, когда я начал опять крутить вот эти вот ползунки конструкторского бюро, ну блин, будь я, скажем так, игроком, у которого ресурсов, скажем так, впритык, я бы очень сильно бы сейчас удивился и возмутился, потому что явно конструкторское бюро рассчитано не на массовую аудиторию, а лишь на зажиточных молодых людей, у которых скопилось много, соответственно, чертежей, много бон, много серебра они нафармили. Да, танк можно и за серебро получить. Или могут себе позволить голдишку и что там еще. Да, в общем-то, этого более чем достаточно. Ну и свободный опыт тоже, считайте, голдишку. Кстати, недавно можно было по выгодному курсу переводить, что делает покупку танка за свободный опыт, если бы тогда знать, да, вот, максимально выгодный. Ну да ладно, давайте посмотрим на ценообразование. Из обычных ресурсов в машину можно ввалить, как я и сказал, боны. По курсу 1% 500 бон. Можно ввалить золото. По курсу 1% 600 игрового золота. Можно ввалить кредиты по курсу, соответственно, 1% 1,2 млн кредитов. И можно ввалить свободный опыт по курсу 12,5 тысяч свободного опыта. Это 1% прокачки танка. Ну, чтобы получить танк в ангар, нужно, соответственно, заработать все 100%. Это понятно. Второй альтернативный вариант, это ввалить в машину кучу чертежей. Ну, соответственно, универсальных и так далее. Но, как вы видите, можно закрыть не более 36% этими самыми чертежами. То есть полностью танк за чертежи не пройти. Кроме того, самые наблюдательные наверняка заметили, что цена в золоте выросла. Если полгода назад мы прокачивали, опять же, конструкторское бюро на Леона, стоимость 1% в золоте было 550 единиц, сейчас стало 600. То есть цена повысилась в золоте на 8%. Но с того события произошло еще колешь, что, да, стоимость голды в Руреоне снизилась с 550 рублей до 390 за 2500 голды. То есть цена понизилась на 29%. Понизилась на 29% стоимость в рублях, получается, также и у этого танка. А повысилась на 8%. Ну, можете сами посчитать, во сколько раз, если платить рубликами, это стало выгоднее. Но, опять же, для тех, у кого уже голды было много на аккаунте, типа как у меня, да, для меня танк стал однозначно в голде чуточку дороже. В связи с этим у меня мечта, которую вряд ли будут реализовывать разработчики, потому что им это, скорее всего, просто-напросто неинтересно, чтобы дали возможность платить за танк еще днями премиум аккаунт. Такой у меня накопилось уже несколько тысяч. Ну, понятное дело, что это как бы меня должно стимулировать играть, ведь дни премиум аккаунта у меня сгорают, да, я их трачу, вне зависимости от того, играю или нет. Вот, а вот голда может лежать годами на аккаунте, и, как говорится, если все нормально, никто аккаунт не стырил, никуда она оттуда не денется. Но все же моя мечта, чтобы дали возможность и дни премиум аккаунта тоже вкладывать. Может быть, когда-нибудь мы этого и дождемся. Так вот, с ценой танка мы определились. С условиями получения вроде бы тоже. Есть еще немаловажный фактор танков, ограниченное количество. Всего их 90 тысяч штук. Причем первые 30 штук идут с номерным 3D стилем. Ну, мы все это привыкли, да. Какими по счету успели выхватить стиль, такой номер у вас и будет на этом танке красоваться. Ну, достаточно все здесь привычно. Остальные 60 тысяч игроков, которые в течение трех дней могут этот танк себе собрать, да, ну, то есть вложить, по сути, купить за ресурсы, получат просто танк без 3D стиля. Вот в таком виде, как вы его сейчас видите у меня. На него, правда, еще, ну, обычные 2D стиля натянут, чтобы камуфляж повысить. Возвращаемся к первому вопросу, который у вас наверняка у всех возник. Стоит ли эта машина того, чтобы в нее вкладываться? И вот здесь вот я, конечно же, утрировал, что найдутся люди, которые будут кричать, что этот танк никому не нужен. Они абсолютно правы, но, скорее всего, они говорят только за себя. Потому что по ТТХ машина более чем достойная. Я ее вижу как объединение некого Леопарда. Ну, это немецкая, кстати, машина. Я несколько раз перепроверял, точно это тяжелый танк, не средний. Потому что играется и воспринимается он как очень приятный средний танк. Почему? Смотрите, ну, внешне, во-первых, он на Леопарда похож, это я уже сказал. Играется как СуперКон. Подвижность. Очень подвижная машина. Да, он разгоняется не очень супер быстро, ну, типа как ИС-7, да. Потихонечку играет свою максималку, но максималка у него 49. И он, в отличие от ИС-7, ее самостоятельно способен разогнать. Если небольшой уклончик, так вообще в путь свистит. Назад едет не очень быстро, всего 15 км в час назад. Поэтому я, когда прокачивал полевую модернизацию, я себе выбрал в полевой модернизации улучшенную скорость заднего хода. Потому что этот танк очень хорошо играет от башки и очень плохо играет от борта. Поэтому после выстрела откатываться назад важно. По стабилизации. Почему я несколько раз проверял, что у этого танка с характеристиками, да, тяжестая. У него стабилизация не как у тяжелого танка. Я не привык иметь у себя в ангаре тяжелый танк, который летает 50 км в час, при этом имеет стабилизацию. Вы сами видите кружочек разброса. У меня здесь стабилизатор не стоит. У меня, вот оборудку мою вы видите снизу. Это просто вентиль, закалка, потому что хп здесь достаточно мало, 2200 базово. И, соответственно, досылатель, чтобы улучшить ДПМ. ДПМ здесь просто шикардосный, опять же, на уровне супер коня. То есть 3600 урона в минуту. Вы сами видите перезарядку чуть меньше 7 секунд. При альфе 410, а это даже больше, чем у супер коня. Ну, не намного, но все же больше. Немаловажным фактором является у танка еще и обзор. Я когда выходил в бой, я особо не вглядывался, но краем глаза заметил 494 метра, и я не ставил оптику. То есть я раскачал практически до 500 метров обзор, не ставя оптику. Ну, по-моему, тоже неплохо. Опять же, у меня никак не бьется, что это тяжелый танк. Так, подвижность, комфорт орудия. Альфа даже более-менее соответствует, ну, такому более-менее приемлемому тяжелому танку. ДПМ, все присутствует. Пушка просто огонь по комфорту. Точность я раскачал до 0.28. Да, это с полевой модернизацией, но я не ставил улучшенных прицелов и так далее. Я думаю, можно сделать еще лучше. Я пожертвовал скоростью сведения. Знаете почему? Потому что у меня был выбор между 1,3 секунды и 1,5 секунды. Я подумал, ничего страшного, 1,5 секунды посвожусь, но точность будет не 0.29, а 0.28. Я опять же про полевую модернизацию говорю. В базе здесь 0.30 с чем-то там. То ли 0.33, то ли 0.31. Это не имеет значения. Танк стабилизирован, без стабилизатора. Танк точный и танк быстро сводится. Это вообще что такое? Это что за имбовые такие вот параметры? Пробитие под колом, который быстро летает, 270. Он может в принципе в половине боев даже не использовать голду. Голда кумыс, ну, уже вот да, чувствуете. Я немножко так голос бодрости просел. 320 пробитий. И его хватает, но я кумысы терпеть не могу. Они, во-первых, летят медленнее. Вот. А во-вторых, всякие краны, гусеницы, все-таки для них это неприятно. Итого. Значит, что я могу вам сказать по танку? Я еще хочу играть. Я сегодня буду на стриме накатывать. Может быть, мое мнение где-то в какой-то момент изменится. Но я наиграл бои, и мне было мало. Настолько там... Я не выиграл ни одного боя. У меня команда вся летела просто вот в клочья. Я играю, смотрю счет там 0-10 уже. И вообще было пофигу. Потому что мне было классно. Я давно таких чувств не испытывал. То есть я на эту машину буду вкладываться. Я хочу ее с номерным знаком. И я очень рад, что ее не понерфят. Потому что она выходит в Евр-регионе вот уже 3 августа. У нас будет 2 недели на то, чтобы посмотреть, как отыгрывают они. Может быть, там вскроются какие-нибудь печальные известия. Типа горящие... Да, баки выбивали несколько раз, но я не успел загораться. Вот. Это, кстати, немаловажно. Наверное, ну, будет у него проблем. Хотя у коня тоже БК выбивают по КД. Вот. Наверное, у него тоже будут в этом отношении какие-то неприятные возгорания. Но это немецкий танк, в принципе, от чего мы ожидали. Если так вот придираться, да? Почему танк в балансе? Почему не супер-имбища? Просто я фанат, наверное, супер-коней. Поэтому я прям в восторге от танка. Я смотрел обзоры моих коллег-блогеров. Но они, знаете, так, сдержанно. То есть я вижу, что они прям вообще такие, типа, вау. Мне просто вчера в группе накидали 7 тысяч урона в первом бою. 9 тысяч урона. Ну, я понимаю, что это пресс-аккаунт. Там все перки прокачаны, да? Там боновое оборудование у ребят. Да и танк еще не в рандоме не очень знаком. Но все равно я просто видел у ребят такое прям восхищение машиной. Там просто такие, прям, такие, вау. Типа не говно выпустили. Это уже прям достижение разблокировано. Вот. А я, ну, поиграл. Я говорю, я супер-коня обожаю. Вот геймплей очень похож. Я знаю, куда этот танк пригнать. Я знаю, как на нем отыгрывать. Просто не подставляете корпус и стараетесь играть от башки. Мансовать постоянно вперед-назад. Динамика танка позволяет. Просто, чтобы вам не выцеливали лючки. Не всегда, конечно, это будет успешно получаться. Но это нужно делать для того, чтобы, ну, грубо говоря, живучесть своей машины повышать. И если вот так вот доматываться, конечно, я могу догаботаться до танка. Углы склонения вниз. 8 градусов. Они привычные мне у супер-коня 10. Да, то есть чуть-чуть уже позиции сложнее отыгрывать корпус. Чаще нужно выставлять под удар. По динамике. Да, максималка 50. Но все же это не СТ-шная динамика. Да, то есть он не влетает вот в эти писель-контеры в час молниеносно. Он их все-таки плавно разгоняет, накатывает. То есть это не тот танк, который прям фшшш. И все, вы уже прям летите. Да, его разгонять нужно. По броне, ну, как я и сказал, башня-салба вроде крепкая. Но борта, картон, корпус, в принципе, картон. Вот этот отвал, он больше для красоты нужен. Да, он что-то добавляет брони. Но, в общем, скажем так, не ультимативно добавляет этой самой брони. По ДПМу, в принципе, все хорошо. По пробитию, ну, мне кумысы 320 не нравятся. Лучше бы были подколы, там, ну, тоже 320. А основные ББшки 270, ну, это тогда было бы еще имбовее. Также из минусов я бы еще отметил то, что, ну, по крайней мере, на первой стадии сейчас повышенное внимание артиллерии. Ну, в принципе, как и всегда, к любым новым танкам, да, арта прям такая... О, что-то новенькое в прицеле увидел. И начинается в тебя от арты. Тем более, что этот танк играет, ну, скажем так, не со второй линии. Это именно танк прорыва. Он на передней линии играет. И постоянно в засвете. То есть у нас три атаки. И поэтому выхватывает неплохо так от арты. То есть она ему внимание прям не кисло так оказывает. Вот, кстати, я делаю ошибку. Да, я тут урона практически не получу. Но обратите внимание, я все время забываю, что я на тяжелом танке. Он едет в гору, прям ему видно, что тяжело. То есть, несмотря на высокую мощность, точнее, высокую скорость, все-таки удельной мощности ему недостаточно. Вот это вот реальная скорость подъема. Ну, может быть, если сюда турбинку поставить, будет и получше. Подводя резюме, стоит ли эта машина того, чтобы иметь у себя в ангаре? Однозначно, да, без всяких, но, если и так далее. Ну, вам, если только вы любите кустовой геймплей, или вы вообще не понимаете, как реализовывать механики в игре, наверное, вам такая машина не нужна. Также я, наверное, бы расстроился, если бы очень хотел эту машину, но не мог себе ее позволить. Вот это бы прям было бы совсем грустненько, потому что машина действительно... Ну, мне, я говорю, мне она понравилась. Это годный танк, он вполне себе хорошо отыгрывает. Ну, и, конечно же, есть у нее какие-то, наверное, слабые стороны. Я не понимаю, почему разработчики его в таком виде, особенно в РУ-регионе, выпускают в продажу. Вот, с учетом того, что в РУ-регионе разработчики, ну, они, скажем так, предпочитают сначала танк в занерфленном состоянии выпустить, а потом уже аппать. То есть я ищу здесь какой-то подвох, но вот, скажем так, в силу своего скудаумия, может быть, какого-нибудь, да, и неосведомленности я его найти не могу. Я сейчас на эмоциях записываю этот ролик, поэтому вполне справедливо, если вы напишите, что, типа, все продался, вот, опять рекламируешь какой-то новый танк, плавали знаем, опять будет потом через... Я прям, комментарии, через месяц понерфят, что там еще, я, что, дурак, ну, и, кстати, правильный будет комментарий, видите, типа, мне что, 60 тысяч голды, что ли, делать некуда, за машину отдавать. Тоже абсолютно верный комментарий будет, что там еще. Пресс-аккаунт подкрученный специально, все блогеры его рекламируют и так далее и тому подобное. Ну, в общем, выбирайте любой комментарий, я за вас, в принципе, уже все озвучил. Можете просто написать номер комментария, там, первый, второй, третий, ну, чтобы пальчиком своим дать волю и не набивать. Ну, что могу сказать еще дополнительно по машине, я просто уже, грубо говоря, чтобы вы бой досмотрели, я вам все показываю, вот, как есть, со всей болью, со всеми, там, правильными, неправильными решениями, а то, знаете, как, иногда хочется показать, насколько ты крут, показываешь какой-нибудь нагибучий бой, вот, а он не отображает всю боль машины. Приходите сегодня вечером, ну, а, может, еще и завтра, и послезавтра, в принципе, танк мне настолько понравился, что я бы еще покатался и покатался. В общем, приходите на стрим, посмотрите вживую, как отыгрывается, да, там, как разработчики умеют подкручивать на стриме вживую, вот это вот все там, чтобы в сетапы попадать только против восьмерых, чтобы все снаряды в этот, в ушко игольное летели, ну, и какие там еще заговоры существуют. Еще накидываю за вас комментариев. Вот, не люблю я обзоры такие делать, где к танку, в принципе, домотаться не к чему, они выглядят очень подозрительно, но машина мне просто действительно понравилась. Давайте домотаемся, потому что это, блин, ну, даже то, что он немецкий, делает его по-немецки красивым. Вот, ну, мне почему-то вот нравятся такие формы. Мне нравятся формы советских танков, немецких и, блин, этих, как его, британских. А вот, например, японские формы мне почему-то не нравятся, вот эти уж совсем квадратные, да. Вот немцы сделали квадратные танки, типа Е-75, вот эти вот, там, Тигр, и они как-то, ну, смотрятся. А у японцев тоже квадратные танки. И как-то не смотрятся. Я не знаю. Вот. Ладно, давайте на концовку боя уже перемотаю и дам несколько советов. Если вы все-таки соберетесь эту машину брать, если вы хотите, конечно же, красивый номер, ну, там придется быстро вкладывать какой-то ресурс и не думать, да, там, либо свободной опыт полностью закрывать, либо полностью серебром, либо голдой, там, либо бонами, каждый решает сам. Если вы хотите грамотно распределить, как бы, траты, ну, я бы в первую очередь бы серебро вкладывал, 120 миллионов, может быть, у кого-то и найдется. Во вторую очередь я бы тратил чертежи, ну, там, правда, только треть можно чертежами закрыть. В третью очередь я бы вкладывал, эти, как их называют, свободный опыт, но не очень много. Кстати, чертежи вкладывая, я бы не вкладывал японцев и британцев, потому что британцы сейчас выходят, а японцы выходят к Новому году. Пригодятся там их чертежи. Голду, ну, возможно бы, немножечко закрыл голдой и частично бонами. Но полностью бонами мне, честно говоря, жалко. Для меня боны самая ценная валюта. Ну, надеюсь, на этом все. Было интересно, полезно, информативно. Подписывайтесь на канал и пока-пока.